На какой стадии болезнь чаще выдает себя? Ну, именно выдает себя она уже на каких-то запущенных стадиях. Рак толстой кишки тем и опасен, что длительное время опухоль растет внутри просвета кишки и никак не дает о себе знать. А вот и у меня тоже часто спрашивают, доктор, ну как же так, у меня в анализах крови все хорошо, а у меня опухоль. Ну не может же такого быть? На что я отвечаю, что это отлично, что у вас в анализах крови все хорошо. Это значит, что организм борется с этой опухолью и вполне успешно, то есть его показатели работы остаются на нормальном уровне. Сердце работает хорошо, почки работают хорошо, печень работает хорошо, но вот выросла небольшая опухоль в кишечнике. Это значит, что организм вполне готов с тем, чтобы справиться с этим лечением. А вот когда уже начинаются изменения в показателях крови, когда уже начинаются какие-то непонятные запоры, либо поносы, либо кровит из прямой кишки очень сильно, это значит, что болезнь уже достаточно распространилась и с ней бороться будет гораздо сложнее. Поэтому очень важно выполнять колоноскопию не когда заболела или, как называется в народе, клюнул жареный петух, а просто в определенный возраст. С определенного возраста, с 40-45 лет, люди, которые заботятся о своем здоровье, думают не только о себе, о своих близких, потому что когда заболевает человек, это трагедия для всей семьи, для всех близких. Это не просто человек выпадает из своей обычной жизни, не может ходить на работу, потому что ему требуется серьезное лечение. Иногда оно занимает несколько месяцев, иногда растягивается на года. Но и все близкие вокруг него, дети, родители, жены, мужья, они тоже вовлечены в этот процесс лечения. То есть вся семья страдает от того, что человек заболел. Поэтому, может быть, стоит потратить несколько часов своего времени на то, чтобы предотвратить развитие такого серьезного заболевания. Слава богу, это возможно. Вы просто не представляете, как все еще онкологи, как говорится, рвут на себе волосы от того, что, например, не знают, как предотвратить развитие рака поджелудочной железы. Хорошо, что он случается гораздо просто в тысячи раз меньше и реже, чем рак толстой кишки, потому что результаты лечения просто никакие. По сравнению с лечением рака толстой кишки, где вероятность остаться здоровым в результате лечения при раке толстой кишки первой-третьей стадии, они порядка 80%, вы только представьте, что 8 из 10 заболевших людей станут здоровыми людьми, несмотря на то, что у них был диагноз рак толстой кишки. Так вот, при других локализациях, таких как рак поджелудочной железы, двое из 10 останутся в живых, а иногда и один из 10, иногда и совсем никого. То есть это совсем разные такие вещи, поэтому рак толстой кишки легче, конечно, предупредить, чем лечить. Поэтому занимайтесь профилактикой, занимайтесь скринингом, то есть делайте колоноскопию. Продолжение следует...